Экологическая безопасность регионов, раздельный сбор отходов, борьба с несанкционированными свалками. Эти темы стали главными на межрегионально-экологической конференции Приволжского федерального округа. Общественные экологические инспекторы Республики подвели итоги своей работы. О результатах рассказали на межрегиональной экологической конференции Приволжского федерального округа. И ребятам есть чем гордиться. 26 рейдов за 4 месяца, более 40 обращений жителей. И как итог, 27 свалок ликвидировано. Имеем часто дело с выбросами отдельными, то есть, например, к нам обращаются зачастую жители, жалуются на запах дыма и задумывание, особенно в Новорюжном районе, это было особенно зимой, весной. Опять-таки, есть примеры негативного воздействия в муниципальных образованиях. Это и решенные вопросы зачастую с несанкционированными свалками, это и деятельность различных вредных производств, которые не всегда бывают рекоментированы должным образом, это и загрязнение водоемов, атмосферного воздуха, почвы. Пишутся письма сначала в муниципальные образования, так как они ответственны за экологическое состояние у себя на местах. И затем, если уже они по каким-то причинам не включаются в процесс, то тогда уже письма пишутся в контролирующие надзорные органы. То есть, Минприроды, Родохранная прокуратура подключается, Росприроднадзор и так далее. Мы стараемся все-таки до этого не доводить, чтобы на местах эти проблемы решались. То есть, в тесном контакте, в первую очередь, с местными органами власти. Вот такое видео прислали экологическим инспекторам в начале июня. Черный дым в районе авторынка беспокоил чебоксарцев. Запах гари чувствовали даже жители нового города. И подобные вопросы приходят в приемную общественных экологических инспекторов довольно часто. По каждому из них идет работа. Ребята стараются решить проблемы, опираясь в том числе и на опыт соседних республик. Прорытные примеры все-таки есть. Здесь хочется особо отметить республику Татарстан, где уже существует и действует корпус экоинспекторов. Ну и сейчас в Чувашии, также благодаря усилиям проекта и партнеров проекта, корпус общественных экоинспекторов получил свое развитие и будет продолжать свою деятельность в дальнейшем для улучшения экологической безопасности региона. Проект «Общественный экоконтроль» это не только рейды по полигонам и выявление несанкционированных свалок, но и встречи со школьниками, студентами, руководителями предприятий. Своими докладами на конференции выступили и представители других городов. Рассказали о проектах, которые реализуются в их регионах. У нас существует даже, я бы сказала, очень много отдельных экологических организаций, которые так и называются. Например, «Защита птиц России». Существует «Зеленый мир». Все вы, наверное, знаете, что Нижегородская область это достаточно промышленная область, где очень много городов с промышленными предприятиями. Постоянно происходит загрязнение атмосферы, водных ресурсов, почвы. И мне бы хотелось у себя в городе тоже реализовать такой проект, узнать о нем побольше экологических экоспекторов, которые выявляют несанкционированные свалки, проводят экологические мероприятия. Если честно, то, говорите о Чувашской республике, то здесь достаточно много проводится экологических мероприятий, как я узнала и услышала. И, наверное, прежде всего это, с моей точки зрения, экологическое сознание, воспитание, в плане того, чтобы мы как-то боролись с предприятиями, которые выбрасывают атмосферу и воздух, мы не в силах. А вот такие мелкие мероприятия, которые действительно зависят от нас, это мусор, это очистка берегов рек, это мы все в силах. И мы можем даже этим самым защитить нашу планету. Экологические проблемы невозможно решить одним проектом, поэтому была разработана комплексная программа. Ребята и в дальнейшем будут ее придерживаться. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.